Елизавета у нас единственная в истории Советского Союза и России чемпионка мира среди юниоров по многоволью. Личный рекорд 1.55.30. В этом сезоне бежала почти так же 1.55.41 в Солтлик-Сити, точнее. Что касается Екатерины Шиховой, то тут личный рекорд, это рекорд России, установленный в этом году. 1.52.86. И, конечно, это сразу обозначает ее амбиции по этому турниру. Но что касается рекорда катка 1.53.92, я думаю, пока вряд ли можно говорить о том, что необходимо сейчас бежать на такой результат. Заметно лидирует Екатерина, выигрывает разгон. 25.7 разгон Кати, 26.02 разгон Елизаветы. Сейчас сразу Елизавета фактически из-за не очень удачного разгона подставила спину соперницы. Катя работает в спину, сокращает разрыв, входит почти одновременно девушки в поворот. Ну, Екатерина, он малый. Сейчас Елизавете надо очень хорошо сработать. Вот был и этот большой, и следующий большой поворот, чтобы не отстать от Екатерины. Первый круг Шиховой. 28.99.29.46. Круг Козелина. Козелина. Козелина бежит почти в те же секунды, что и Лаленкова. Шихова выигрывает в 8 десятых у Лаленковой. Козелина заметно отстала. Сейчас Лизе надо хорошо делать два больших, чтобы сократить. Она еще все-таки визуально видит Екатерину. Может сработать визуально и сделать два больших. Она пытается... два малых. Она пытается это сделать. Катя едет на последние буквально 450 метров. Сейчас услышит колокол. Круг Шиховой 30.47. Круг Козелиной 30.8. Козелина вряд ли уже выиграет в паре, но может сейчас очень хорошо набежать на финиш, потому что она видит спину Шиховой. И это поможет ей. Она ровно по графику Лаленковой бежит. И сейчас Катя Шихову может помочь Лизе Козелиной выиграть у Евгении Лаленковой в заочной борьбе. Шихова финиширует. У нее последний малый поворот. Она набегает. Кстати, последний круг у Козелиной, наверное, будет побыстрее, чем у Шиховой. Итак, у нас финиш Шихова. 1.57.65. Козелина 1.58.77. Выиграла Елизавета Козелина и Евгения Лаленковой немного. Это два лучших результата. Пока 1.57.65, напомню, и 1.58.77.